В регионе в первую очередь страшный вирус захватил Целеноградский район. Пандемия стала набирать обороты. Сфера здравоохранения как никогда стала нуждаться в поддержке. На помощь пришел бизнес. При районной больнице открыт провизорный центр на 50 мест. Для необходимого медицинского оборудования собраны средства. Для поддержки населения в борьбе с пандемией инициативная группа Целеноградского района в лице руководителей частных садиков, члены ассоциации дошкольных организаций запустили благотворительную акцию «Подарить жизнь ближнему». В соцсетях были призваны предприниматели, государственные служащие и все неравнодоношенные жители нашего района поддержать данную акцию и направить средства для оказания практической помощи медикам нашего района. На сегодняшний день было собрано более 14 миллионов тенге для приобретения оборудования в данный стационар. Это лечебно-профилактическое учреждение «Авиценна». Его коллектив сделал подарок областному управлению здравоохранения – аппарат искусственной вентиляции легких германского производства. Казахстанский благотворительный фонд «Сорос» также поддерживает медицину региона. В июне мы поставили при финансовой поддержке фонда «Сорос» 6 тысяч респираторов стандарта ФФП-2 и 400 защитных очков для медорганизации Агмальской области. Мы считаем, что медики имеют право на безопасный труд. Кроме того, меценаты города оказывают помощь медицинским работникам. Глава центрального рынка подарил около 700 защитных костюмов. Директор торгового дома Жеки Батер обеспечил их фруктами. «Махинская птицефабрика. Они также оказали большую гуманитарную помощь. Они закупили более 50 тысяч одноразовых тест-систем. Из них 15 тысяч на Мольнинскую область. Кроме этого, они поставили за свой счет, заказали, построили и закупили пункты забора. Мы также получаем гуманитарную помощь с дальнего зарубежья. Это такие страны, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Китайская Народная Республика. Есть европейские страны, которые тоже отправляют нам противочумные костюмы, маски, перчатки, бахилы. То есть средства индивидуальной защиты. Сегодня, я знаю, где и вчера два борта прилетела. Тоже гуманитарная помощь для Мольнинской области с Российской Федерацией. В социальных сетях читатели известного Акына Айнур Турсунбаева и известного блогера-экономиста Даулета Толиутайула собирали средства, на которые приобрели в Турции 63 аппарата для вентиляции легких. Они будут доставлены в Кукшетаус, Кипногорск и Щучинск. Кроме того, в июле ожидается гуманитарная помощь из Российской Федерации. Меценаты из соседнего государства отправят 100 тысяч масок, 20 тысяч перчаток, тонометры, термометры, антисептики на сумму в полтора миллиона рублей. Так, средства индивидуальной защиты получат семь городов страны, в том числе и Кукшетау. Таким образом, активисты, бизнес, меценаты оказывают поддержку медицине в борьбе с пандемией коронавируса. Сыне Кубжасарова ерді күлдады ба, Жығангер Мухамбетов, Кукше Ақпарат.